Оладушки или драники с огурцами? Такого вы точно не пробовали. Я, во всяком случае, точно. Я Олад. Итак, я взял огурцы. Да, это именно огурцы, несмотря на то, что так странно выглядят. Вообще, считается, что это гибрид дыни и огурца, но на вкус дыней там и не пахнет. Хотя, как раз считается, что у них есть запах дыни. По всему остальному же, кроме вот такого импозантного вида, это обычный огурец. По-моему, какой-то огромный богатырь сорт называется или что-то такое. Отличается, как по мне, он тем, что в нем чуть меньше влаги, чем в обычном. Но вот посмотрите, внутри огурец огурцом. И да, я решил его даже попробовать. Собственно говоря, если он уже почищенный, то это точно огурец. Поэтому, если у вас нет таких загадочных, берите обычные огурцы. Будет тоже вкусно, тоже необычно. И, в общем-то, не обязательно всегда делать это из пресловутых кабачков. Здесь вы почувствуете довольно интересные новые нотки. Итак, дальше почти классика. Все это, ну, просто перетираем вот так на терке. Вот в этом, видите, довольно большие зерна, но я их попробовал. Они очень-очень нежные, поэтому мешать нам не будет. И добавляем сюда картошки. Ну, картошки можно добавлять мало, можно много. Я беру чуть меньше половины. В общем-то, из одной картошки будет тоже очень вкусно, а вот из одних огурцов не так, чтобы сильно. И солим это все. Солим довольно избыточно, но, конечно, не пересаливаем. И вот так вот аккуратненько и тщательно ложкой пытаемся... Бросьте вы эту ложку, ложка для еды. И возьмите рукой, все равно нам это хорошо прожать надо и хорошо перемешать. Цель такая, чтобы удалить сейчас из нашей смеси как можно больше влаги. Потому что она нам будет мешать, когда это будет жариться. И вот так вот отставляем это все, ну, где-нибудь на полчаса. После этого все это, опять же, здесь варианты. Можно через сито, можно завернуть в какую-то тряпочку и отжать это. Можно положить сверху какой-то большой пресс. Можно отжимать сразу руками, зависит от ваших предпочтений. Течет довольно много. Все равно, как бы мы это ни отжимали, надо будет еще потом в конце отжать руками. Я это все вот так вот выкладываю. Ставлю сверху небольшой пресс. И, ну, забываю про это где-нибудь на полчаса, на час. То есть до того момента, когда мне уже захотелось есть. Все, вытаскиваем. Посмотрите, где-то, ну, чуть не половина объема у нас ушла в этот интересный рассол. И это еще не все. Когда мы все это отожмем, будет больше половины. Отжимать надо очень хорошо. Если у вас останется слишком много влаги, это будет плыть на сковородке. Это будет растекаться. Это будет очень долго жариться. Поэтому не поленитесь и отожмите. Теперь черный перец. Ну, можно, собственно говоря, приправы, какие хотите. Я взял немножко черного перца. И лучок. Лучок я не буду перетирать на терке. Ну, во-первых, он здесь сработает как арматура. Во-вторых, мне просто лень. В-третьих, это совершенно не нужно. Немножко чесночка. Добавит, добавит вкус. Его, если чем, довольно мелко. Можно вот так вот сначала разбить. Тогда он еще более, ну, что ли, быстро отдаст свои соки. Сечем его перекрестным сечением. И добавляем в... Я даже не знаю, хочется назвать это тестом. А как эту массу назвать? Ну, красный перец совсем не обязательно. Но, во-первых, с ним и красивее вот эти маленькие красивые точки. И намного ярче вкус. Да, я люблю острое. Поэтому, ну, чтобы не очень много, добавиваете половинку перчика. И вот, кукурузная мука. Можно добавить, конечно, любую другую. Но с кукурузной будет намного более хрустяще. Намного более вкусно. В общем, попробуйте именно с кукурузной мукой. Не пожалеете. Белая она или желтая. Не важно. Да, в общем-то, можно заменить даже и манкой. Но все-таки не стоит. Манка крупновата. И... В общем, делайте, как вам нравится. И создаем вот такую вот массу. Теперь проверяем, насколько она у нас пластичная. Я не знаю. То есть, можно ли из нее что-то вылепить? Если мы это вылепим здесь, значит, скорее всего, на сковородке у нас тоже получится. Сделал вот такой шарик. Отличный. Отличный снежок получился. Сделал из него лепешечку. Тоже прекрасно держит форму. Раздавил совсем тонко, как мне и захочется. Попробовал снять ножом с доски. Все отлично. Теперь жарим. Наливаем масла довольно много. В общем, того, которое вам нравится. Кладем туда, ну, либо уже подготовленный блинчик. Либо вот так шарик. И можно ложкой, можно вот так вот толкушечкой для картошечки. Это все где-нибудь в сантиметр. Можно чуть меньше. Расталкиваем и обжариваем. Жарим до того состояния, пока... Вот видите, краешки начали коричневеть. Значит, серединка уже тоже готова. Переворачиваем. Ну, собственно говоря, и жарим до конца. И вот. Я это подал с овечьим сыром. Я это подал с антипастей из артишоков. Я это подал со свежим огурчиком. Это очень вкусно. Кстати, пасту из антипастей. В общем, артишок и рецепт артишоков тоже будет. А вот сейчас вот послушайте. Послушайте, какой замечательный хруст стоит. А? Это невероятно вкусно. Обязательно приготовьте оладушки с огурцами. Порадуйте себя. Порадуйте своих близких. Но главное, готовьте с удовольствием. Кушайте с аппетитом.